ЗАЯЦ И ЁЖ Однажды в ясный солнечный денёк стоял ёж у дверей своего дома, сложив руки на животе, и напевал песенку. Пел он свою песенку, пел, и вдруг решил, пойду-ка я в поле, на брюкву посмотрю. Пока, думает, моя жена ежиха детей моет, да одевает, я успею и в поле побывать, и домой вернуться. Пошёл ёж и встретился по дороге с зайцем, который тоже шёл в поле на свою капусту поглядеть. Увидел ёж зайца, поклонился ему и говорит приветливо. Здравствуйте, уважаемый заяц, как поживаете? А заяц был очень важный и гордый, вместо того, чтобы вежливо поздороваться с ёжиком, он только головой кивнул и сказал грубо. Что это ты ёж в такую рань по полю рыщешь? Я погулять вышел, говорит ёж. Погулять? спросил заяц насмешливо. А по-моему, на таких коротеньких ножках далеко не уйдёшь. Обиделся ёж на эти слова. Не любил он, когда говорили о его ногах, которые и вправду были коротенькие и кривые. Уж не думаешь ли ты, спросил он зайца, что твои заячьи ноги бегают быстрее и лучше? Разумеется, говорит заяц. А не хочешь ли со мной на перегонки побежать? Спрашивает ёж. С тобой на перегонки, говорит заяц. Не смеши меня, пожалуйста. Неужели же ты на своих кривых ногах меня обгонишь? А вот увидишь, отвечает ёж. Увидишь, что обгоню. Ну, давай побежим, говорит заяц. Подожди, говорит ёж. Сначала я схожу домой, позавтракаю, а через полчаса вернусь на это место, тогда и побежим. Ладно? Ладно, сказал заяц. Пошёл ёж домой. Идёт и думает. Заяц, конечно, быстрее меня бегает. Но он глуп, а я умён. Я его перехитрю. Пришёл ёж домой и говорит жене. Жена, одевайся поскорее. Придётся тебе со мной в поле идти. А что случилось? Спрашивает ёжиха. Да вот мы с зайцем поспорили, кто быстрее бегает. Я или он. Я должен зайца обогнать. А ты мне в этом деле поможешь. Как же мы его обгоним? Удивилась ёжиха. Куда же тебе с зайцем тягаться? Мы побежим с зайцем вот по этому длинному полю. Заяц побежит по одной борозде, а я по другой. А ты, жена, стань в конце поля у моей борозды. Как только подбежит к тебе заяц, ты крикни, а я уже здесь. Так они и сделали. Отвёл ёж ежиху наконец в своей борозды, а сам вернулся на то место, где оставил зайца. Стали они с зайцем, каждый у начала своей борозды. Раз, два, три, крикнул заяц. И побежали оба со всех ног. Пробежал ёж шага три-четыре, а потом тихонько вернулся на своё место и сел. Сидит, отдыхает. А заяц всё бежит и бежит. Добежал до конца своей борозды, а тут ежиха ему и крикнула. А я уже здесь. А надо сказать, что ёж и ежиха очень похожи друг на друга. Удивился заяц, что ёж его обогнал. Бежим теперь обратно, говорит он ежихе. Раз, два, три. И помчался заяц назад быстрее прежнего. А ежиха осталась сидеть на своём месте. Добежал заяц до начала борозды, а ёж ему кричит. А я уже здесь. Ещё больше, удивился заяц. Бежим ещё раз, говорит он ежу. Побежали ещё и ещё раз. Так, семьдесят три раза бегал заяц туда и обратно, а ёж всё его обгонял. На семьдесят четвёртый раз добежал заяц до середины поля и свалился на землю. Устал, говорит, не могу больше бегать. Вот видишь теперь, говорит ему ёж, у кого ноги быстрее? Ничего не ответил заяц и ушёл с поля. Еле ноги унёс. А ёж с ежихой позвали детишек и пошли с ними гулять. Конец.